Всем привет и слава Украине. Новости из Кавказа продолжают свою работу. С вами я, Гелла Басадзе. И сегодня у нас традиционная точка бифуркации с хорошо знакомым и любимым нами Русланом Айсимовым. Приветствую, Руслан. Очень рад видеть. Добрый день, Гелла. Взаимно и приветствую наших уважаемых зрителей. Руслан, у нас происходит столько, конечно, с вами хочется говорить на общие теоретические темы, подводить, скажем так, теоретическую базу. Прямо скажу, это мне заставляет огромное удовольствие, но у нас столько текущих событий происходит, что, я думаю, будет неправильно, если мы их не затронем, потому что, как говорил наш старик Гетте, сухая теория, мой друг, а древо жизни вечно зеленеет. Так вот, про это самое зеленеющее древо жизни. Начнем с, я так решил, чисто географически начнем с севера на юг. И первая новость – обмен убийц на заложников. На самом деле, вот несколько такое резкое название. Резкое я это определил, но или убийцы, или потенциально убийцы, шпионы и всякая нечесть. А что касается тех, которые оттуда из России выдавали, это, в принципе, заложники, неважно, там политическая ориентация и так далее, кто они были. Там разные были абсолютно люди, но они были фактически заложниками режима Путина. С одной стороны, я рад, конечно, что, ну, я рад, честно скажу, за двух людей, особенно. За Владимира Карамбурзоя, за Сукурмаш. За остальных тоже рад, но прежде всего. С другой стороны, как в том анекдоте, есть нюансы. Прежде всего, вот то, что у нас обсуждается здесь, обсуждается правильно. Ну, неправильно поступили с семьей Зеленхана Ангушевили. Неправильно, потому что, ну, как минимум, должны были извиниться перед семьей, что, ну, убийцу отца, там, мужа отпускают. Как минимум, официально что-то должно быть. Что вы думаете вообще про эту практику обменов, которую сейчас, я думаю, что Путин, ну, первый, блин, пошел у них совсем не комом. И, я думаю, Путин ее будет расширять. А заложников хватит у него. Заложников, действительно, у Путина предостаточно. И, судя по всему, они сейчас будут использовать этот механизм, брать просто людей в заложники и потом выторговывать для себя какие-то нужные им профиты. Что касается этого кейса, то здесь есть определенная моральная проблема, которую вы подняли. Она во многом имеет две стороны. С одной стороны, юридический казус. С другой стороны, такой, скажем, морально-нравственный аспект, который ввергает, что называется, европейскую мысль в ее исконную точку о гуманистическом начале. Что же первичнее? Спасти человеку жизнь или, что называется, поступиться некими принципами. Или, как говорили у нас в Казани, как будем делить по-братски или по-справедливости. Да, вот здесь вроде то и другое является вещью одного порядка. Оказывается, как в том анекдоте прочитаем, но есть нюанс. Собственно, конечно, самое главное, что люди спасены и те люди, которых мы уважаем, в особенности Алсурмаш, которую я хорошо знаю и переживал за нее, конечно, все-таки это женщина. И женщинам особенно тяжело. Знаю условия российских зинданов, тюрем, казематов. Мы прекрасно понимаем, что это пытка просто, пытка отсидкой. С другой стороны, ведь ничего не стоило той же германской стороне принести извинения, хотя бы оповестить семью убитого чеченцами. Тем самым попытаться объяснить, ну, как говорят в таких случаях, чисто по-человечески. Но, опять здесь есть нюанс. Этот нюанс очень важен в раскладе и понимании вообще того, что происходит. Германия – страна побежденная в 1945 году. Фактически потерявшая субъектность политическую. Поэтому пишут очень многие. И тот конфликт, который произошел между генпрокурором Германии и Министерством юстиции, Министерство юстиции, по просьбе, мягко назовем так, Соединенных Штатов, попросил выпустить этого Красикова убийцу. А прокурор настаивал на том, что это невозможно, потому что это нарушение конвестиционных норм Германии. О чем это говорит? Это говорит о том, что, в общем, Соединенные Штаты имеют политическое влияние и фактически управляют германским суверенитетом. Как бы это горько ни звучало, все наши люди. И к Германии, к ее философскому наследию, к ее культурному бэграунду. Но вот в политическом смысле это страна, которая сейчас не в состоянии иметь собственную политическую повестку. Вообще, с Европой большой вопрос. Но в Германии об особенности, потому что Германия, по сути говоря, как раньше, глаголили, говорим Ленин, подразумеваем партии, подразумеваем партии, говорим Ленин. Также и относительно Европы, говорим Германия, понимаем, что Европа. Но здесь случилось то, что случилось. Я думаю, что внутри Германии сейчас эти процессы дискуссии будут продолжаться. А где границы законности, где моральные принципы, которые, как известно, во многом были обрушены по итогам Второй мировой войны. И вот 1 августа была годовщина начала Первой мировой войны. И вот это все очень синхронизировалось. Как-то так очень символически вновь эти разговоры пошли и вширь, и ввысь. Короче говоря, оказалось так, как оказалось. Но при этом я так понимаю, что мы сейчас точно уже находимся в фазе холодной войны. Когда вот эти обмены заложников, шпионов имели место быть и к этому относились так нормально. Но на этом фоне уходит на второй план вопрос законности, морали, нравственности и всего остального. То есть, что я имею в виду? Что, в принципе, человек, Красиков, это человек близок к Путину, был его охранником, профессиональный наемный убийца. Который совершил преступление на территории другой страны. Просто, да, то есть он нарушил Конституцию и правовые нормы Германии, но при этом под давлением Соединенных Штатов был отправлен в Россию, где он будет бесспорно героем, обласкан всячески. Как это было с Луговым, как это было с Бутом, которых избрали депутатами Госдумы, в общем, такие телеинформационные звезды. Поэтому я думаю, что прежде всего самой Германии, германским интеллектуалам есть над чем подумать здесь. Что вообще первично? Первично универсальное право человека на жизнь, на достоинство, на свободу. Или же отдельные элементы, которые называются законодательством отдельно взятой страны. Вот что здесь привалило, что является метафизически важнее. Представляю, такой философский вопрос, но я думаю, что он здесь определяющий, потому что те люди, которые нас тоже упрекают в том, что философствуйте, болтайте ни о чем, а это здесь вот как раз тот случай, когда ты без философского подхода эту проблему никак не решишь. Потому что сегодня закон могут принять такой, завтра могут принять другой. Но есть некие универсальные незыблемые ценности, которые не зависят от каких-то эмоциональных и прочих конъюнктур чиновников или депутатов. То, что вчера было нельзя, сегодня можно. И наоборот. Ока за ока за у зуб. Вроде абсолютный закон был, императив. Ну, сейчас это невозможно. Но право на достоинство, оно универсализировано или как? Вот я думаю, что, как говорил, опять-таки, товарищ Ленин, если мы не ответим на общие вопросы, мы будем спотыкаться бесконечно о частности. Нам действительно сейчас придется отвечать на общие вопросы. Ну, как обычно, мы подняли целые пласты тем. И одна из них, вот, ну, вернусь в начало, а по поводу права или справедливости, просто я боюсь, что мы сейчас начнем без обсуждения этого вопроса, вот, которого я сейчас как хочу задать. Говорите о право и справедливости, мы потом не закончим, но и все вопросы у меня сгорячие созываются. А по поводу субъектности Германии. А что, в сущности, мешает сегодня Германии быть субъектной? То есть, какие рычаги есть у Соединенных Штатов, чтобы Германия была не субъектна? То, что у них там находится какая-то база, кстати, в Рамштайне находится. Потому что, ну, Германия – это экономический гигант. Германия, фактически, под Германией, рынок Германии – это весь Европейский Союз. Более того, я скажу, Германия и есть Европейский Союз. То есть, конечно, когда я приехал из Германии, это заявил, мне сказали, «Гелла, ты это самое, не очень, там еще и Франция есть». Да, есть Франция тоже, со своими, кстати, потоками политическими. Но, на самом деле, Германия – это все-таки с ключево-стежневое. Если мы говорим, ну, греки – это греки, которые… Хитрые греки, которые придумали, «А, вы нам еще за Вторую мировую войну не заплатили, лишь бы жить за счет Германии». Да, это же факт. Так что, ну, и потом Германия ведь в этом обмене получила по максимуму. По-моему, все граждане Германии, не только в России, но и в Белоруссии были освобождены и прислали их. Так что, вот, за счет субъектности Германии не за Германию стало обидно. Здесь тоже есть несколько интересных подтем. Во-первых, экономический гигант, конечно, не означает субъектность. Во-вторых, любая проигравшая, надломленная страна, народ, он испытывает определенный ресентиман. Он испытывает, ну, скажем так, малодоверие к политическому дискурсу, потому что любого политического дискурса он начинает бояться, как бы второй раз не надломиться и не получить дополнительную травму. Следующее. Германии позволено торговать, Германии позволено быть социальным государством, вэлфер-государством. Но в политику ей фактически противопоказано лезть. И я напомню, что фактически блок НАТО явился ермом на шею Европы после 1945 года. То есть фактически это контроль Соединенных Штатов над европейским пространством. Мы знаем, что Соединенные Штаты упирались и делали все возможное, чтобы не состоялся евро, потому что во многом евро рассматривался как определенную альтернативу доллару. А Соединенные Штаты разрубили канат и коммуникацию с Россией, Германией и Россией разрубили эту связь. Какие бы отношения в Германии с Россией, с Советским Союзом не были, это очень близкие партнеры. Воевали, да, бесспорно, там, главное обзывательство, фашисты, нацисты, но при этом Германия была до последнего времени основным торговым экономическим партнером России. И, в общем, отчасти то экономическое чудо, которое было в Германии, оно не в малой степени связано с тем, что Россия предоставляла огромный рынок. Второе, она, Россия, я имею в виду, поставляла энергоносители по дешевым ценам, по бросовым ценам, что позволяло германской промышленности, очень проблемной, бесспорно, одной из ведущих в мире, выпускать продукцию, которая могла конкурировать в глобальном масштабе и занимать уголки этого большого мира. Конкурировать с китайцами даже, я вообще не говорю про Соединенные Штаты или с другими странами ЕС в особенности. Сейчас все это фактически разрушено. Германия не понимает по-настоящему метафизически, что делать, как быть. Вообще, как мы к этому пришли? А серьезные там дискуссии идут насчет того, что должны мы вообще нести на себе бремя ЕС. Экономический райх, о котором там много говорили. Ну и что, какой профит? Какой профит? Потому что оказалось, что Германия, которая, конечно, какие-то снимает какие-то сливки со всего этого, но при этом она несет ответственность. Та же Греция, про которую вы говорили, тот экономический кризис, который был там в каком году? В 2011, что ли, в Греции, где Германия просто заливала, заливала, заливала деньги. Да, конечно, она отбирала какие-то там лакомые куски, но простому человеку ты это не объяснишь. Простой человек считает, что из его кармана вытягивают деньги и спасают ленивых греков, как проголосило, значит. Пусть греки не обижаются, речь идет не о конкретных людях, если речь идет вообще о стране. Да, КПД был достаточно низкий в экономике, мы знаем производственный потенциал. Можно было подтягивать, но никто этим не занимался особенно, жили в долг очень долго. И, в общем, все закончилось тем, что закончилось. Оказалось, что огромное количество проблем, которые, естественно, возникают в Европейском Союзе, в сложном, цветастом, падает на плечи Германии, во вторую очередь, на Францию. Франция пыталась взять на себя роль такого вот идеологического магистра, но Германия тоже с этим не может быть согласна. Ну, как так, раз мы главные еще, почему французы должны формулировать идеологические, политические проекции? Это неправильно, потому что мы же главные. Не могут два шатуна в одной берлоге, из одной берлоги выскакивать, да? Поэтому вот это вот... Ну, я бы взял, повернулся и ушел вообще. Да, ну вот и... Ну, Франция сейчас тоже погрузила в серьезный кризис. Поэтому будет, ну, скажем так, будет сейчас активно развиваться идея, мысль относительно того, что надо спасать прежде всего себя. Потому что так или иначе мир, пустяльтинский мир, подошел к краю своего развития. И сейчас будет и происходит то, что происходило в Европе, условно говоря, в 20-х и 30-х годах прошлого столетия. Экономический кризис, вообще попытка осмысления, что вот прежний цивилизационный лик мира и Европы в частности, он рушится. Нужен поиск чего-то своего. А поиск чего-то своего всегда ведет куда? Вправо. Всегда ведет вправо. К повороту и к попытке найти свой код. Вправо – это значит изоляционизм, это значит деление на правильных, неправильных, своих, не своих. А через это определяется субъектность, как говорил Карл Шмидт, в общем-то, немецкий мыслитель, что политически определяется через понятие друг и недруг, друг и враг. Поэтому нужно будет найти друзей и, соответственно, найти врагов. Оказывается, что друзей-то мало. Ну, какие друзья? Соединенные Штаты? Ну, как бы так, Сибирь. Кто? Франция? Ну, опять-таки, тоже ведь конкурент. В каком-то смысле. Великобританию уж тем более нет. Польша? Большой вопрос. Тоже, да? Россия? Ну, тем более нет. Ну, и вот оказывается, что ты все равно оказываешься один. На один. С большим ворохом этих самых проблем. Поиск политической идентичности – вопрос для Германии очень сложный. Он болезненный. Потому что нужно переосмыслить вновь то, что произошло в 30-40-х годах. Хочет ли Германия возвращаться вновь и пытаться реанимировать этот рецидив? Я сомневаюсь, конечно. Но переосмыслить это придется, потому что невозможно будет определить свое место в настоящем. А это очень болезненная процедура будет. Возможно, с какими-то общественными ментальными катаклизмами. С провалами серьезными. Вот. В том прекрасном мире как бы социального благополучия. Оно так или иначе будет толчками-толчками какими-то подземными выталкивать, вытеснять их на, скажем, проецирование, поиск собственного политического лица. А в этом случае будут, опять-таки, недорогие говорить, что Германия опять хочет возродить свои все старые идеи об исключительности. И вообще, если мы Германию не будем держать в узде, то опять они могут повторить трюк с ушами. Как во время Первой мировой войны, так и во время Второй мировой войны. Но ключевое здесь то, что без Германии действительно Европа не Европа. Европа не Европа. Просто-напросто. Поэтому это вопрос и европейской идентичности, европейской политической субъектности, геополитической токации. Цивилизационной особенности. Потому как Европа столкнулась, возможно, с тем вызовом, который был у нее в момент крушения Римской империи. Когда огромные, ну, германские племена, в том числе гунные, славянские племена, пошли в серьезное движение, они перестроили картину Европы. И, в общем-то, это стало началом того, что называется раннее средневековье, ранний феодализм. И вот это все, что мы уже знаем из истории. Сейчас Европа спустя 2000 лет проходит тот же самый путь. Но так как мы современники этих процессов, да, мы их, естественно, воспринимаем немножко по-другому. И эмоционально окрашены они, конечно, для нас тоже. Для них тем более по-другому. То есть Европа, как я считаю, не способна воспрять без импульса извне. То есть мигранты ей нужны. Ей нужны пассионарные силы. Ей нужна вот некая молния. Когда Гераклит сказал, что всем правит молния в ночи. И, кстати говоря, Хайдегер уцепился за эту идею. И на семинаре с фриком, своим учеником, они этой теме посвятили, по-моему, там два семинара. Молнии в ночи. Вот сейчас Германия нуждается в этой молнии в ночи. Это шок, конечно. Любая молния – это шок для человека. Но она необходима. Каким образом? За счет интервенции, ограниченной интервенции извне каких-то пассионарных элементов. И, конечно, смены антропологического от цивилизационного парадигмы германской нации. Но вообще германская нация – это ведь тоже конструкт. Это тоже конструкт. Соответственно, вот сейчас, наверное, они должны. Я не хочу за них говорить, я просто пытаюсь, что называется, по вашему предложению, теоретически накидывать. Попытаться выстроить новую идентичность. Ведь они пытали выстроить идентичность европейца. Тоже как бы такой вот, ну, это все равно, что идентичность евразийца. Или идентичность азиата. Вот вчера меня тут позвали на семинар. Я выступал, там были украинцы. И была у меня беседа с одним нашим другом, поляком, Милош, известный сломовед. И так мы интересно побеседовали. Он сейчас серьезно исследует вопрос ислама Юго-Восточной Азии. Мы сделали интервью, оно в скорости будет на нашем канале. Я думаю, Гела, тебе будет интересно. И он говорит, я у него спрашиваю. Понятие Юго-Восточной Азии, это же колониальное номинование. Он говорит, ну да, это эпоха колониализма. Дали определение, что вот вы Юго-Восточная Азия. Естественно, Юго-Восточные азиаты так себя не идентифицировали. Соответственно, некие вот эти вот нарративы, они тоже могут быть искусственно созданы, они навязаны. Я не говорю, что это плохо, а может, это даже и во благо будет, раз люди объединяются в форме какого-то союза, бунда, который они считают им подходит. Ну, почему бы и нет, в общем-то говоря. Клуб любителей, там, Марк. Ну, это что? Это же тоже как бы вот такая эфемерная сущность, нас объединяет интерес. Поэтому здесь рано или поздно им придется, как говорил Сталин, определяться, с кем вы деятели науки или культуры в их случае. С кем вы мастера искусства? Ну, что, вопросы у меня нарастают, как снежный ком. Ну, несколько о ремарах. Ну, во-первых, про коммуникацию с Россией, ну, по-моему, разрубила сама Россия свою политику. Коммуникацию Германии с Россией, потому что, в принципе, ведь идея энергетической империи, она же была, у русских очень сильно сидела в голове. А со стороны Германии и Европы была совсем другая идея, что, ребята, вот у нас есть промышленность, вот у нас есть технология, вот у вас есть энергодесурсы. Встраивайтесь к нам. Будьте нашей интегральной частью. Но Россия начала применять энергетику как просто оружие. Потому что если вы не пойдете на наши условия, вы просто замерзнете. Я помню хорошо вот эти разговоры про замерзающую Европу. Зима 22-го, 23-го года, эти самые клипы, подзывную музыку о том, как Европа скоро замерзнет, и так далее. Не замерз. Теперь, что касается времени ЕС. Ну, время-то временем, но это самый большой рынок в мире. Причем это немецкий рынок, то есть все остальные, все остальные туда могут допускаться или не допускаться, в том числе и США. А это немецкий рынок, это их рынок самый большой в мире. Причем туда входят такие рынки, как Нидерланды, как Бельг, как Франция, как Италия. И там и это, и это рынок для немецких товаров. Откажутся они от этого. Ну, скорее нет. А что касается главной проблемы для Германии, я сегодня, как вижу, немцы начали забывать Гитлера, в хорошем смысле этого слова, забывать. Вот у поколения наших отцов, у немецкого, у немцев, предыдущего поколения, был вот такой вот громаднейший комплекс выращен. Что вот мы, блин, ну потому что, ну вот, моя мама, моя папа, они родились как раз таки и детство прошло у них во время войны. То есть можно себе представить детство немецкого ребенка во время войны. И то, что он видел, и через что он прошел. Даже если он жил в Западной Германии, я говорю про Восточную. А сейчас они стали позитивно забывать Гитлера, потому что поколение уже вот 30-летних. Гитлер, ну плохой человек для них. Не более того. Но вот обретение самих себя, им нужно обрести самих себя. И вот это лево-радикальное, конечно, то, что у них есть тренды лево-радикальные, особенно в семье и так далее, он действительно им очень мешает. И вот тут, да, тут действительно пойдет большой, большая борьба пойдет между обретением самих себя. Что касается новой волны мигрантов, ну так вот нехорошо говорить, но она у них есть. Она у них есть. Я не говорю там о поляках, которые с удовольствием переезжают в Германию. Украина. Достаточно бассейнерная, достаточно. Огромная страна. А что будет, если вдруг разрешат русским? Вдруг. Если пойдут, а не пойдут, дезинтеграционные процессы в России. И, кстати, они их не будут бояться. Это и хорошо, и плохо. Одновременно. Ну и подойду уже. Холодная война. Между кем и кем? Холодная война. Сегодня. Скажем так, противостояние, которое сейчас активно поляризируется между условным западом и условным, сейчас не говорят востоком, глобальным югом, как я вижу, оно тоже в определенных своих элементах искусственно нагнетается. Вот сам вброс идеи глобального юга. Пока что для меня это выглядит абсолютно невнятным конструктом. Ну, потому что Тайвань, что тоже глобальный юг там. Новая Зеландия. Австралия, в конце концов. Сингапур, например. И так далее. Вот. Ну, как бы вот эта поляризация, она необходима для мира, для мировой системы. Диалектика. И немецкая. Хочешь, чтобы что-то развивалось, да, противопоставь одно другому. Без этого ты не получишь никакого-то синтеза и движения вперед. Это вот, на мой взгляд, важная веха вообще в понимании того, что, ну, опять вспоминая Гераклита, вражда отец вещей. Хочешь, не хочешь. А еще один вот такой философский вопрос, где вот ты натолкнул меня. О коллективной ответственности наций, о которой понесли германцы. Германская политическая нация, назовем так. Хорошо. Был Гитлер. Когда я читаю про окламационную диктатуру, но это не правда. Потому что совокупно на последних выборах Гитлер не выиграл. Сталин запретил коммунистам блокироваться социал-демократами. Тогда бы никакой товарищ Гитлер не пришел никуда. В принципе, на вторых выборах он уже потерял. А он бы точно не пришел бы, или он бы пришел бы на следующих выборах? Нет, он терял. Он же, он на вторых выборах потерял. Он потерял, да. Но он мог же потом обретарь обрести. Ну, уже вряд ли. Потому что вот тот пик, он уже сходил на нет. Все-таки социология – это важно. Ну, условно говоря, вот как Жириновский там на первых выборах в 93-м году. Когда кто там сказал? Первая победа у него была, которая была объявлена на Чукотке. Первые результаты же были на Чукотке. Первые результаты, да. Россия, ты обалдела? Ты обалдела, так что ты или офигела, или обалдела. Ты обалдела, да. Ну, это известно как раз из группы Мамардашвили. Вот Щедровицкий там был этот мыслитель. Он потом был публицистом. Забыл фамилию. А потом уже все, как бы она вмонтировала систему и стала частью ландшафта. Дальше вопрос о коллективной ответственности, например, россиянам, который сейчас встает. Он такой же идентичный, как и вопрос о коллективной ответственности германской нации. Во-первых, как бы говорят, ну, вы его выбирали. Ну, встает вопрос, ну, вот кто-то не убирал, кто-то, вот, например, как мы там четверть века с ним боролись. Наши друзья и коллеги гибли, умирали, кого сажали. Но при этом ты, как бы, несешь коллективную ответственность. Вот оно, переосмысление проходит вот таким же образом. Какого типа? Что как ты не борись, как ты не сражайся, ты все равно будешь виноватым. Почему? Ну, потому что вот так решили. Это, на мой взгляд, укрепляет диктатуру. Укрепляет диктатуру по той простой формуле, что твоя борьба, ну, она как бы экзистенциальный выбор. Да, как говорили экзистенциалисты, смысл-то в жизни нет. Ну, ты сам избираешь к себе некий смысл, опираясь на него, живешь. Ну, вот как бы это вот твой такой внутренний посыл. Или другой пример. Могут ли нести грузины ответственность за Сталин? Или должны ли татары нести с монголами ответственность за Чингисхан? Иго. Иго, да. Вот должны. Или там должны ли. Это же попытка была там, да, значит. Давайте сделаем покаяние за геноцид там индейцев. Белые люди. Вот это BLM. Попытка не просто была. Она есть. Это тренд. Если это тренд. Но вот что для меня очень важно. И он очень хорошо системно изложенный и системно реализованный. Соответственно, если звезды зажигаются, значит, это кому-то нужно. И мы возвращаемся к исходной моей мысли о необходимости поляризации. Надо поляризовать. Надо поляризовать. Как бы вытаскивать постоянно некое противоречие, которое будет подпитывать. Вот это вот все. Это червоточина должна подпитывать систему в глобальном смысле. И еще один момент, Гелла. Мы как бы так или иначе его обсуждаем с тобой в вопросе о субъектности масс. А вот масса может быть субъектом. Если она не может быть субъектом, значит, она не может нести ответственность, потому что нет этого субъекта. Или же, если она субъект, например, тогда ты с этим субъектом должен разговаривать, взаимодействовать и должен предоставлять ему определенные права. Если есть, ну, как говорил Эвола, каких вы высотах говорите, если у вас нет глубин. Но если у вас есть глубины, значит, у вас есть и высоты. Если у вас есть ответственность, значит, у вас есть и права определенные. И право нации, соответственно. Или можно сделать размен. Хорошо, мы принимаем коллективную ответственность как нация. Например, как татарская нация. Я принимаю эту ответственность за вот какие-то злодеяния, иго там, и все остальное. Но тогда вы должны наделить нас правами, соответственно, потому что одно без другого не бывает. как бы есть внутреннее ухо есть внешнее ухо очень не хочешь да вот и здесь примерно то же самое это вот такие немножко мои сбивчивые мысли просто к тому что мы начали обсуждать как как о элементе определения вот есть право а есть философские вопросы фундаментальные вопросы но на которые пока вот в эпоху пост постмодерна уже как нам говорят определенные мыслители специалисты мы пока не можем найти ответ потому что прежний нарративы в корзину выбросили а новой мы еще не выработали поэтому мы вроде как бы цепляемся за это и за то и люди нам предъявляют вроде того что но это уже старый чем ты говоришь эпоха модерна там эти ценности до кого-нибудь чертям нужны но есть я повторю универсальной ценности жизнь достоинство честь мышление вера смысл справедливость но они же никуда не девается из нашего пространства мы вынуждены мы вынуждены кстати вот я сейчас пришла мне мысли мы называем пост модерном эту эпоху потому что мы не можем ее назвать не можем назвать пост модерн это что-то после модерн а что после мы пока просто мы пока просто не можем ее назвать а по поводу коллективной ответственности я долго об этом думал понятно что хочешь не хочешь об этом задумались все после 24 февраля да и я-то как раз таки склонен считать что коллективную ответственность ответственности не вину она имеет место быть по гражданству потому что я за свою страну так или иначе отвечаю даже как какой бы я бы хороший бы не был бы меня за это наказывать за то что моя страна правительство конкретно плохие люди нет не имеет смысла но то что я должен чувствовать свою ответственность за мою страну это очевидность другое дело что здесь в россии мы сталкиваемся с такой проблемой а все ли граждане имеют в россии страну и это серьезная проблема потому что для меня просто все вот есть грузия плохая она хорошая я за нее отвечаю потому что я граждан этой страны а россия все-таки империя в рамках империи индийцы несли ответственность за преступления британского колониализма в южной африке или в стране или нет и то же самое например да я согласен с татарами например мы состав россии не входили добровольно мы были колонизированы мы боролись мы сопротивлялись более того например сейчас уже поменяли эту конституцию у нас было гражданство тарстан то есть вот здесь и здесь получается такие в том числе уже при юридические коллизии но опять-таки это можно обсуждать или эту тему понимают узкая группа людей для конечно для масс естественно все очень просто здесь черная здесь белая никаких полутонов быть не может это я тоже прекрасно осознаю и как бы где-то принимая потому что ну а что я считаю что у нас нету субъектности процитировал в начале гёта и гёта же сказал гёта сказал о том что нет ничего отвратительнее чем масс чем большинство большинство отвратительно сказал соответственно вот это вот отвращение большинства от всех ценностей и вообще большинство тебя всегда предаст всегда предаст а значит один мой друг как той песни он стоил двух когда все это началось все это вакханалия человек уже летах скажем так много повидал и он говорит есть вот как вот как же вот жить как что делал понимаешь вот вот интеллигент интеллектуал ты же ощущаешь на давление среды что ты постоянно противостоишь этому я охлосу этой серости он говорит да и гну здесь то же самое ты противостоял и тогда и просто стоишь сейчас мало что меняется да естественно это внешние обстоятельства фон но в целом то твой твой внутренний порыв он такой же ты противостоишь этой массе серый сегодня нас красными завтра нас белыми сегодня нас так называемые демократами а завтра нас путиным какая разница масса то остается то же самое и он говорит да в каком-то смысле это дало мне новое осмысление новое понимание того что в принципе я же жил с этим совсем да я жил со всем этим что я противостою вот этой вот агрессивной массе он пытался объяснять культуривать просвещать как бы это вот та идея которая если помнишь была заложена в традицию народников давай пойдем в массы будем им нести свет или гностики говорили а что вот ну как то вот они живут чернота такая вот наша миссия особо это то а что споткнулся российский интеллигент один историк написал следующее проблема русского интеллигента была в том что он брал вину за то что происходило с русским мужиком на себя он считал что это не правительство он понимал что правительство конечно всем это виноват правящая элита но вот так как правящая элита она не в состоянии пережить горе этих людей этих коллективных мужиков давай я за него буду переживать ну переживаешь ты за него и что дальше вместо того чтобы действовать прямо линин предложил другое он предложил радикальное делание да по гюста бланки мучка тут тоже с друзьями с коллегами счастниками конференции там до час сидели разговаривали вспомнили про гюста бланки который там 47 сидел лет сидел в равелинах его когда помнишь его выпустили значит его избрали там в сенат или куда значит его на какой-то катафалке вытащили он уже полумертвый кости такие кожи натянуты на кости он уже не в состоянии был говорить он вытянул руку там что-то сказал там товарищи там носи и так далее и там из толпы горит елки-палки ты это и есть это икона наши деджи вообще какой-то там просто старикан какой-то несчастный да то есть вот масса которая боготворила его образ а когда увидел это как-то старикан жалкий но бланки сказал что а зачем-то ориентироваться на масс революция делается как система заговорческая и все если ты будешь постоянно уповать на то что эта масса может быть через 2000 лет станет коллективным разумом как нам говорили коммунисты и будет действовать по принципу канта до внутреннего императива желать себе того желать ближнему того что ты желаешь себе это абсолютная наивность но на мой взгляд очень важно что сейчас мы вновь поднимаем эти вопросы вот закончилась вот это вот эпоха такого как говорил гидар горбачевская ельцинского дурашличество дурашничество знаешь все прекрасно хороводы на самом деле мир достиг говорить укуляма да вот достигли пика истории ну кожу кстати говоря например а дальше то что если ты достигаешь пика ты не ставишь вопрос это не ставишь себе новый вызов а сейчас оказалось что этот пик ложный и мы должны поставить новые вопросы мы ставим важные фундаментальные вопросы вообще о смысле жизни о справедливости о вообще правильности того движения который мы выбрать вообще что такое общество что такой человек ну вот сейчас вот эти вот скандалы которые происходят я не смотрю на этот раз честно скажу олимпийские игры у меня и времени ты как бы вот все это меня но это просто это не спорт это не спорт понимаешь это вопрос кто такой хьюман какие-то трансгендеры тут и даже непонятно трансгендер сломал нос женщине в боксе у меня первый вопрос кстати не про трансгендера вот сейчас я и я я говорю вам всех я гендерный экстремист я всегда за женщин у меня вопрос вот когда ах трансгендер сломал женщине бокс в боксе у меня вопрос а что делала женщина в боксе что вывела эту женщину ты понимаешь от неполиткорректный вопрос уже вот когда ты говоришь об этом говорит слушать и я ставлю меня я ставлю не прогрессивно девушки уже не любят поэтому я могу его задавать расторгую белки за сталина за ельцина я за всех российских баб примерно так и вот реально вот так реально и на самом-то деле мне вот недавно объяснили что гендер и пол это разные вещи но пол ньюман засмущался при этом тезисе но все-таки я понимаю все таки надо возвращаться о чем из того говорили вот к истокам опять-таки революция тоже револьф это возвращение на прежнюю орбиту там вот возвращаемся греческой культуре до который дала на рост европейской культуре он четко что такое гендер чёс четко вот гендер понятие гендера четко там обозначить ген это значит происхождение вот кем ты родился тем ты являешься физиологическом смысле а вот за это большое спасибо я вот я вот правильно в качестве аргумента вот-вот-вот за это большое спасибо я посмотрим что мне ответить мы ставы греков покритиковались в начале на часах а также народ народ который дал миру саграта и аристотеля уже не говорю про всех остальных аристотеля они 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 имеют волное право почивать честно лапах значит а кстати у меня вот я сейчас наверняка не знал алексей овризнев легенда казацкого университета алексей овризнев чем он легендой был он течение 11 лет поступал на первый курс в основном из твака и на первой сессии просто-дапросто его выгоняли потому что он не ходил ни на одну лекцию и не сдавал экзамен но 11 лет в хорошем итоге он значит диплом получил так вот на втором его заходе попал с ним я в одну группу и ну восемьдесят шестой год еще все только-только начинается еще перестройка но еще такая красно-коммунистическая и конечно же разговоры про народ про простатку и так далее и тут лёша который уже к тому времени отслужил армию он у небольшого роста он кстати сейчас он вернулся к себе в калининград и отстроил там немецкий замок были развалены он отстроил там немецкий замок и в общем-то жаль что калининград территории россии туда нам не поехать ну я думаю когда-нибудь доберемся и живет в этом замке значит принимает туристов но еще-то мы с ним поговорили так про народ про мужика про интеллигенцию и так далее нет гилл говорит ты вот просто не понимаешь вот лучше говорить с непростыми потому что непростой тебе достанет ты его пошлешь он поймет а простой тебе не поймет ты его будешь посылать посылать а он все равно будет делать то что он делать вот в этом есть какая-то правда жизнь есть значит я вчера наткнулся на хорошее стихотворение 12 века который написал один рыцарь я вам опубликовать сегодня опубликовать думаю сейчас на меня набросится но она вот в разрезе того что мы обсуждаем он обрушивается на черни на мужиков ничего не понимают живут вот просто материальным никакие высокие порывы честь достоинства им неизвестны они это воспринимают каким-то вот идиотством да и он говорит ну и правильно что вот они все там находится в там где они находятся это даже я посмотрел там комментарии пошли значит а это снобизм там вот сюда нет это вопрос о тех самых вещах мировоззренческих которые были у людей те люди которых ну гумилёв назвал дарю из медленной воли они видят мир совсем другу есть их есть задачи это высокие задачи могут быть а есть простые люди у которых простые цели ну купить диван съездить там отдохнуть на море и в этом ничего плохого нет но просто вопрос о правах тех и других равен ли тот то готов жертвовать кто готов сгорать до ради неких высоких идеалов в том числе для этих людей и тот кто условно говоря просто живет ради самого себя вот у них равные права должны священных писаниях четко обозначены нет я имею ввиду что права то у них разные по вопросу о том что жизнь на еще что-то экономические но экзистенциально метафизически их вес разный ну там например куральне сказано не равен тот кто жертвует своим имуществом и жизнью на пути смысле на путях сегодня и сабили лах в арабском и тот кто остается поить паломников тот кто в тылу ну вот они как бы разные метафизически справедливость и равенство вещи тоже не всегда коррелирующие не всегда коррелирующие потому что вот опять возвращаясь к началу машей беседы что такое справедливость вор должен сидеть в тюрьме кричал товарищ глеб жиглов а тогда чтобы наказать врага ты можешь переступить закон вернее чтобы восторжествовала справедливость вот но ведь он то говорит правду есть преступление а преступление это факт который является фактом и две тысячи лет назад и сейчас а закон это то что сели написали какие-то бюрократы вот сейчас а завтра они его поменяли этот закон видоизменяется он не константный а справедливость преступления возмездия там мораль это вещи которые все-таки но на мой взгляд достаточно устойчивые поэтому вот вопрос о том что человек который сопротивляет системе не справедливости государства он объявляется например террорист даже без суда и следствия но как это происходит например что же россия и сюда и все враг народа какого народа что это народ что ли там пошел и проголосовал что я враг или это как судьи ну вот судьи судьи это все-таки там представитель народа хорошо в том же куране есть хороший хороший стих не идите за судом к тагуту но тагут там мусульман это и система не справедливо и у арабов языческих был бог правосудия то есть это фактически митра бог правосудия а не идите к нему потому что он не может быть справедливым неправедному неправедному да соответственно вот здесь тоже это противоречит между вот религиозным дискурсом и вами все коля секулярно или то что называл а хайдеггер обезбоживание почему условно говоря некую секулярная секулярный дискурс имеет больше прав чем дискурса религиозный вот он на чем основа на общественном консенсусе но опять-таки вопрос о том что никакое общество по сути говоря как я понимаю не имеет своего права бокс попали в оксдей тоже очень странной формы потому что ну мы прекрасно знаем что завтра если как сказал березовский дайте мне первую кнопку телевидения я обезьяну сделаю президентом это правда это правда потому что за счет воздействия манипуляции ты можешь общество его мнение поменять с прямого на противоположное да и где это же не его мышление это же фактически мышление того кто и навязал то есть общество нету мышление ваш великий соотечественник соплеменник по мардашвили об этом хорошо писал про мышление он сказал прекрасную мысль которую я везде цитирую что понимание есть две вещи которые могут принимать только человек это понимание понимать только он сам мышление только его и убирает он сам тут вот две вещи а коллективное мышление на мой взгляд это блеф не может быть коллективного мышления мы можем с вами соглашаться по компромиссом на нем ему ему не можем мыслить единомыслие это и есть тоталитаризм против которого мы боремся а с другой стороны нам говорят нет единомыслие это общество но это тоже тоталитаризм и вот и на либерализм здесь уперся как бы вот это противоречие что с одной стороны отменяем государства в нем тоталитаризм что бесспорно так а с другой стороны перекладываем эту функцию на общество еще более эфемерное объект чем государство еще более эфемерно я не знаю что вот кого назвать обществом людей которые ходят которые бухают сидят в баре или начну я я я постоянно говорю о телефоне народа телефоне общество дадим телефон это общество я хочу позвонить этому я хочу поговорить такую тему что ты помнишь говорил станет с не мнение это мнение тех кого не спрашиваю за это есть общественным не по сути ну вот что меня спросили что тебя спросили а ты лидер общественного мнения ты ты мыслитель ты как бы человек который сейчас горит инфлюенс я как бы совсем другой вес вес другой не физически физически тоже тебя вызов большого человека это точно понял тему блин очень актуально ну я сейчас выскажу несколько парадоксальная вещь но я считаю что секулярного дискурса вообще не существует вот все дискурсы религиозные и то что мы называем секулярным дискурсом он тоже религиозный он тоже основан на вере есть просто гуманистические религии так называют серегумистических религий есть такая не сказал бы что замечательная нет конечно что не сказал замечательная есть такая примечательная религия как нацизм где в центре этой религии стоит человек сверхчеловек он должен быть определенной на расе и в этого человека верят или такая религия как коммунизм гуманистическая в которую верят в то что рабочий класс там пролетариат ну в общем ну и так далее есть религия либерализма тоже которая верит в как там либерте галите потому что свободы равенства братства да а значит гражданская религия гражданская религия говорил по-моему вольтер то есть есть религии теологические там где все для бога находится а есть религии где в центре находится человек ребята есть есть ответвление есть секты и так далее и вот этот момент ну почему я против всеобщего избирательного права я против потому что я по ней я вижу его результаты у себя в стране мне не надо далеко ходить я участвовал в восьми избирательных компаниях причем на разных позициях я знаю как это как это происходит ну действительно голоса я не помню кто это сказал голоса не надо считать их надо развешивать золотая мысль золотая мысль то есть да все равно все основано грубо говоря вот сейчас наше видео его успех будет зависеть от количества просмотров не для меня для ютуба успех видео и совсем успех этого разговора совсем другом кстати я хотел наговорить о куче вещей убийство измела ханья и кто такой хален башаль пизышкены плавно ирана вагнеровцы и туареки украина тактика выжженной земли и что кто убил лору палмер в конце концов ну да на самом-то деле я думаю что мы поговорили о не менее важных вещах они менее важных вещах вот еще бы название придумать я кстати подумал об этом или придется очень тяжело там с этим сталкиваюсь вроде столько мыслей и как-то вот надо два-три слова это вместить емко все-таки вчера с одним моим нашим другом нашли рассуждали он человек физик образованный очень вопрос о реальности описание реальности вот описание реальности как описываешь ты мир так ты его видишь так ты его проживаешь так так не мощь еще до имеешь общей тем проще человек чем прочей чем глупее он скажем так тем у него мир проще тем у него решение проще и методы проще чем сложнее за человек конечно сложнее жить его мир сложен он вид его совсем по-другому и где-то мой любимый булгаков собачий сердце помнишь там шариков пришел книгу там значит спрашивает профессор преображенства дает это чувство гадость гадость до фарментами переписка этот четко каутска с этим четко и что выиграть как вообще я не согласен с ним собой просто взять и поделиться разговаривают разговаривают немцы какие-то и тут тоже сели сели какие-то историки говорят говорят а на самом деле это надо вот взять взять и поделить поэтому наверное что все таки резюмирую можно сказать что есть люди действительно думающие которые несут наверно ответственность сопереживают а есть люди простые массы которые говорят по всем поделить надо и все с них конечно наверное спрос и абсолютно согласен что взвешивать их голоса надо по-другому не может этот человек быть ответственным не может этот человек приравниваться на гели и равниваться на том-то профессору в каком-то человек там знаю который собой жертвует революционерных критерий ну вот опять таки вот сейчас важно раз мы сейчас этот вопрос поставили соответственно есть некий запрос внутренний даже наш и вот на в в переломе эпох до и в общем тот кто сейчас сможет эту систему ценность изложить тот наверное ну так вот как энгельс марксом который там гегель который начертали что туда и потом это стало она фактором какого-то развития до противоречивого но все равно развитие человеческая кумены человеческая кумена так что я думаю что нужно нужно опять кстати говоря наш друг муки динка бери председатель объединения таджикской оппозиции у нас с ним эфир хотя таджикистан с таджикистаном таджикистане с этим переворотом или псевдопереворотом и так далее хотя у меня я еще жду когда галия ибрагимова закончить свою статью а там процесс интересный тут но он говорит руслан может нам вот как-то сделать это что ты предлагал какую-то форму онлайн общения просто по вопросу это же стал вопрос о нации что такое как сам определяться в каких ценностях и он говорит вот взять несколько таджик узбек например грузин там татарин и как бы хотя бы для себя понимать для людей потому что сейчас вот эти процессы слома и переосмысления идут мы сами еще и даже не до конца понимает мнение было у меня приходит осознание вот в разговоре с тобой с такими как ты жизнью низа это нормально это это нормальная обмен просто мыслями поэтому вот один из моих один из моих принципов которые выработал относить недавно осмыслил и поставил как в центр как концепт о том что люди доброй воли должны как бы объединяться несмотря на то что у них могут быть какие-то внутренние противоречия и вот я вот вижу единомышленников среди наших друзей да вот которых мы знаем мы на какие-то вещи смотрим конечно по разному но все равно мы едины в понимании того что надо делать и справедливость должна быть во главе всего самое главное мы едины в понимании того что что-то надо делать вот что-то обязательно надо делать это ну совсем грустно как-то становится всего того что происходит огромное спасибо огромное спасибо русла за замечательное удовольствие и огромное спасибо всем нашим друзьям которые были сегодня с нами всего доброго и до новых встреч